Сегодня у нас на ремонте снова цифровая приставка. В этот раз фирма DEN, модель DDT-120. При включении он пытается запуститься, зелененькая лампочка, он начинает моргать, но ничего не происходит. Здесь блок питания встроенный, то есть просто заходит розетка 220. Соответственно, нам нужно будет разобрать и блок питания внутри посмотреть. Тут еще пломбы стоят, его не вскрывали на разу, но скорее всего здесь конденсаторы, я надеюсь. Вот, ну будет ясно уже, когда разберем. Думаю, что емкость конденсаторов не дает ему запустить дальше. Скорее всего, даже какие-нибудь по 5-вольтовой линии конденсаторы вздулись или емкость потеряли. Чтобы не думало, сейчас разберем и проверим. Итак, как я и думал, здесь у нас вот вздушившийся конденсатор. 16 вольт, 470 микрофарад. Но он, скорее всего, по линии 5 вольт идет. Не знаю, почему здесь он 16. Но поставим, значит, примерно такой же. Можно больше. Так что у нас тут изи-ремонт. Думаю, после замены этого конденсатора все заработает. Разбиралось. Сзади два винтика самореза и снизу два самореза. Тут располовиниваем. Тут у нас еще есть по 10-ти вольтной линии. Хотя, может быть, и нифига не 5-ти вольтной. 5-ти вольтной, это, наверное, вот и 10-ти вольт кондеры. Здесь, возможно, 12-ти вольтной линии. Да, может быть, 12-ти. Не всегда бывает такой простой ремонт. В прошлый раз у меня, блин, сгорел стабилизатор напряжения, который еще хрен не найдешь. Здесь пока что вроде бы все просто. Так, сейчас иду искать кондеры и продолжим. Так, нашел несколько кондеров на замену. Как вариант, можно поставить вот такой 16 на 220. Пускай у него, конечно, емкость будет поменьше. Но, в принципе, он должен работать. Но, может быть, нестабильно тоже будет работать. Это в крайнем случае. Потому что на этом сейчас, скорее всего, тоже емкость уже уменьшилась. Поэтому он не стартует. Но я думаю, что здесь даже меньше 200. Потом второй вариант у меня такой есть 35 на 470. Он больше размером. Но, в принципе, он может его вкорячить. Емкость такая же. И вот третий вариант, на котором я, скорее всего, остановлюсь. 16 вольт. Но емкость чуть побольше. 680. Вот. Это, по-моему, с видеокарты какой-то. Он тоже чуть побольше, как на 35 вольт размером. Но он на 16 вольт. Скорее всего, сейчас его и вкорячим. Сейчас померим у него параметры. Но раз он здесь лежит, скорее всего, он более-менее нормальный. Потом выпаем этот. Тоже померим так для информации, что за параметры сейчас на нем. И потом будем впаивать. Так, мерим донор. 16 на 680. Сколько у нас в параметрах? Тут вот сопротивление 2,5 Ом. ЕСР, это плохо. Но емкость у него есть. Не факт, что он еще с ним будет нормально работать. С таким ЕСР. Но попытка не пытка. Вот сейчас поставим то, что тут выпаяли. Надеюсь, скорее всего, емкость будет занижена. Так, смотрим то, что выпаяли. 5 Ом ЕСР и емкость 120. То есть тут в два раза больше еще ЕСР. Ну, может быть, даже с двумя Омами еще проработает. При условии, что у него емкость нормальная. Так, ладно, сейчас запаяем, проверим. Так, вроде бы впаялся. Кое-как вкрячивал его. Он, конечно, широковат для этого места. Плюс тут соседние элементы не дают до конца встать. Но вроде бы ножки достали. И он так, чуть-чуть под углом. Главное, полярность не перепутать. Полосочка вовнутрь идет у нас. Минус. Ну, вот как в Пизанской башне. Но я думаю, что она работать не должна повлиять. С этой стороны, главное, ножки выглядели. Значит, он нормально впаялся. Ладно, идем тестировать. Так, все собрал, включил. Лампочка не моргает и горит постоянно. Но на дисплее нет цифр никаких. Я вот не знаю, должны ли здесь цифры каналов появляться или... Ничего здесь больше нету, кроме лампочки. Для этого нужно сейчас к телеку подключить, чтобы наверняка проверить. Хотя странно, обычно тут номера каналов либо время должно быть. Так, подключил к телевизору. Как видно, все показывает. Но на дисплее так номеров и времени нет. Видимо, там... Я вот не помню, может, там и не было вообще циферблата. Может, здесь пластиковая просто заглушка. Чуть-чуть я не обратил внимания. Скорее всего, там и нет вообще дисплея. Вот, так что пока что работает. Думаю, что еще какое-то время должно проработаться, пока ESR не разделит их. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok